Всем привет, меня зовут Ната, и сегодня мы вместе с вами рассмотрим сентябрьский выпуск журнала Бурда. Но перед этим я сделаю два объявления, если вам вообще неинтересно, то переходите по тайм-кодам. Во-первых, еще раз хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает мой канал финансово через Patreon или через Donation Alerts. Не буду надевать белое пальто, мне на самом деле очень важно, чтобы мой труд имел финансовый эквивалент. И монетизация на YouTube, к сожалению, в этом смысле работает довольно сложно. Поэтому, когда вы тратите свое время на то, чтобы перейти по всем этим ссылкам, и особенно на Patreon пройти регистрацию, когда вы тратите свои деньги фактически на меня, это меня очень сильно стимулирует продолжать работать и делать для вас контент, который вам интересен. Второе объявление связано уже с глюками YouTube. Дело в том, что действительно последний год, а то и полтора, YouTube страдает достаточно заметными глюками. Об этом говорят многие блогеры, но я знаю, что зрители часто это воспринимают как какой-то маркетинговый ход. Ребята, нет, это не маркетинговый ход, потому что я вижу эту ситуацию сразу с двух сторон, и как блогер, и как зритель. Как зрителя меня уже, блин, два раза отписывали от совершенно невинного научно-популярного канала «Центр Архе». Я не понимаю, как это работает. Моего мужа тоже отписывали от каналов, причем даже от нескольких разных. Еще также мы оба ловили ситуацию, когда ты подписан на канал, у тебя стоит уведомление с колокольчиком, но тебе не показывают никаких уведомлений и роликов нет на главной. Ты заходишь, на канале вышла куча новых видео, но ты про них ничего не знал. У меня такое случилось с одним из каналов блогеров, которые снимают обзоры на фильмы. В общем, я вас призываю проверить те блоги, которые вы раньше смотрели и про которые давно ничего не слышали. Возможно, что там случилось нечто подобное. Если да, и вы все еще вроде как формально подписаны, то надо отписаться и подписаться снова. Ну и, конечно, я вам буду очень благодарна, если вы подпишетесь на меня, нажмете колокольчик в качестве уведомления, чтобы не пропускать новые ролики, потому что у меня интересно. Ну, приступим к обзору. Скажу несколько слов о тенденциях, которые красной нитью проходят через весь номер. Во-первых, отмечу силуэты и объемы. Я просматривала сейчас коллекции сезона осень-зима 2021-2022 и заметила, что, наверное, за последние несколько лет еще ни разу не было на позиумах, особенно в холодное время года, такого колоссального разнообразия силуэтов, объемов и форм. Причем у нас был такой период, да, кризисный период, в том числе социально, когда приход одной формы автоматически отменял другую, превращал ее в антитренд. Сейчас этот кризис пройден. Сейчас у нас появился и оверсайз сегмент, и сегмент среднего объема, и сегмент чего-то очень прилегающего, узкого и сексуального. И они уже не обнуляют друг друга, не становится ничто из них антитрендом, вы можете выбирать то, что вам больше всего понравилось. Ну и, собственно, журнал именно в этом месяце нам предлагает очень много выкроек, сидящих плотно по фигуре, мы потом это все внимательно посмотрим. Далее по коллекциям. Первая коллекция четко отсылает нас к морскому стилю. Я подумала, может быть, я чего-то не поняла или не помню, еще раз посмотрела дизайнерские работы прошлого года, этого года, уже следующего года. Я бы не сказала, что морской стиль начал появляться там чаще. Нет, он обязательно всегда присутствует, особенно в коллекциях Resort. Ну, вот плюс-минус одинаково. Но я вам все равно показываю множество примеров, потому что я очень старалась их найти и, конечно же, нашла. Но в большей степени я вижу тренд на использование принта полоской и особенно красно-белой полоски. Но это далеко не всегда про море. Однако у меня есть ощущение, что тренд на морской стиль задают как будто немного снизу. Вот всем в моей ленте резко понадобили стильняшки. Захожу в магазины масс-маркета, там как-то бодро стали на видные места выкладывать полосатые лунгсливы из свитера. Возможно, мы просто соскучились по такой стилистике. И давайте же не дадим ей запылиться, нашьем себе тильняшек и вспомним, что в морской стине это более статусный черный. Вторая коллекция это супер актуальные сейчас цветочные принты, неоромантика и коттедж-кор. Неоромантика это рюши, кружева, пышные рукава и элементы исторического костюма, такие как корсеты. Коттедж-кор направление, которое романтизирует жизнь в деревне. И как ни странно, у меня сейчас такое настроение, такой период в жизни, когда мне внезапно очень зашла данная коллекция. Только я вижу изделия из нее в радикально другой стилизации. Ну, коричневые смоки, темная помада, портупей, тяжелые ботинки. И пишите комментарии, если хотите увидеть меня в таком образе. Третья коллекция у нас про анималистичные принты. Я знаю, что вы не обязаны смотреть все мои видео, поэтому повторюсь. Животные принты это то, что никогда не выйдет из моды. Потому что главная и первая ассоциация, которую они порождают, это я, сильное существо, вершина пищевой цепочки, либо охотник, либо хищник. В общем, альфа-самец или альфа-самка. Задавлю всех конкурентов, заполучу любого мужика. Ну, или женщину. Зависит. Как вариант, человек в принте, который имитирует шкуру, может отождествлять себя не с охотником, а с животным и даже мирным, вроде зебры или жирафа. Но это все равно намек на большую близость к природе, к инстинктам и вот это все. И мы от этого никогда не откажемся. Главное, не брать эти принты с полки слепо, а четко понимать, какое послание вы отправляете миру. И, как всегда, работает правило «важно не что, а как». В какой гамме силуэты с какими дополнениями. В коллекции плюсов очень яркого общего тренда я не увидела, но она все равно божественна. И давайте смотреть образы. Открывает номер куртка-бушлат, которая может служить, в принципе, и жакетом. Отсылками к морской теме служат красный цвет и отделка тесьмой на рукавах. Куртка небольшого объема, поэтому подойдет только для первых прохладных дней. Утепляться надо будет уже чем-то другим. Есть карманы, они в швах, но мне на верхних изделиях всегда больше нравятся прорезные с листочкой. Хотя можно сделать листочки и вот на таких в швах. И отдельно хочу сделать акцент на воротнике куртки, потому что сейчас дизайнеры нередко используют подобную конструкцию, которая больше свойственна тренчам, на изделиях типа пальто. То есть в распахнутом виде он смотрится почти как английский воротник, но на самом деле там есть стойка. И давайте еще немного вдохновимся морским стилем и бушлатами, посмотрим на два примера, которые можно сшить к осени. Они оба более объемные и длинные, чем то, что видим в журнале, и позволяют в теории дополнительно надеть что-то вниз. Носить такие пальто предлагают с максимально оголенными ногами, что в России выглядит скорее как издевательство, и с обувью наутрированно грубой подошве. Желательно с носочками. На той же базе выполнен тренч, но тренч уже заметно усложнен. Добавлены все характерные тренчевые элементы в виде паты, кокеток и карманы тоже более сложные. Но, скажем прямо, все равно они проще, чем прорезные. Мне этот тренч очень понравился, я бы даже сказала, что он запал мне в душу. Я нормально отношусь к узким тренчам. Их можно надевать на летние платья, и это выглядит довольно изящно. Просто для меня тренч это изделие не на осень, а больше на ветреное лето. И мне импонирует, что его можно наглухо застегнуть, когда дует сильный ветер. Ну и главное, это расцветка. Тренч с цветочным принтом, с животным принтом, с каким-то активным абстрактным принтом. Это наше будущее в каком-то смысле. Готовимся. Будущее немного на любителя. Лично я скорее предпочитаю однотонные варианты или, скажем, спокойную клетку. Ну или черно-белый леопард тоже можно. Но если вы любитель, радуйтесь, ваше время пришло. И на фото от Альберто Ферретти отмечу еще осеннюю панаму и легкая цветочная платьица. Далее очень узкий жакет из букле, тоже вещица весьма в духе сезона. Очень жаль, что его не показали застегнутым и на человеке, но в целом относительно все понятно. Жакет на подкладке, рукав двухшовный, на полочках и спинке есть двойные вытачки, которые позволяют добиться максимального прилегания. По настроению жакет напомнил мне образы Dior и RD. Но жакеты Dior длиннее, они заканчиваются примерно на уровне рукава. И вот я бы так для себя модель и удлинила. А сочетаться она будет с практически любыми низами. Помимо жакета из букле, есть образ с тем же жакетом из жаккарда. Здесь меня очаровал образ. В нем идеально выдержан баланс. Леопард привлекает внимание, черный цвет его гасит. Жакет облегает, имеет вызывающую расцветку, но тело полностью закрыто. На юбке романтичные рюши, но на ногах совершенно не женственные ботинки. Прекрасно. К слову, именно ботинки во многом относят образ к нашей эпохе, к началу 20-х годов. Если захотите его повторить позже, то просто поменяйте пару обуви. В комплекте с первым жакетом идут шорты. Шорты меня не очень впечатлили, потому что они, ну, чрезвычайно узкие. И я привыкла к тому, что осенне-зимние шорты обычно пошире. Ну, привычки юности. С другой стороны, каждым ногам свой фасон. Возможно, кто-то именно такие шорты уже три года ждет. И есть они в более осеннем луке, из модной ткани в цветочек и в сочетании с теплыми колготками. Кстати, нижняя часть комплекта по мне весьма ничего. В целом, на фото прекрасная цветовая история, но если приглядеться, кажется, что девушка собиралась с просонок и в темноте, и то ли взяла лейку вместо сумочки, то ли накинула жакет вместо ватника. Извините. И если посмотреть новые поступления на маркетплейсах, мы нечто похожее там найдем. У D&G и Александр Ван узкие шорты входят в состав ярких, практически праздничных костюмов. Но наиболее близки к бурдовским шорты от Saint Laurent. И у Saint Laurent очень необычный, но жизненный образ. Я бы его скопировала, если бы работала в офисе. Заметьте, какая тут блузка. В мелкий черный принт, украшена кружевом, имеет привкус ретро и того самого, этот шкор. Ну а чтобы образ был гармоничным, его составили в универсальной черно-белой гамме и использовали разные текстуры. И вот еще два средних образа с шортами. Да, я не зря смотрела коллекции, теперь меня немножко разрывает. Эти образы мне просто понравились. Шорты здесь другие. По-моему, особенно классно получилось у Сандры, потому что, опять же, соблюден баланс. Все объемное, большое, но открыты ноги. На девушке пиджак в мужском стиле, но под ним нечто в стиле неоромантизма. Да, мы видим воротник, кружевные манжеты. Просто чудо. Здесь традиционная для каждого номера простая блузка. В любом номере должно быть несколько изделий, с которыми легко справиться новичку. Вот, знакомьтесь. Особенность модели – цельнокроенный рукав и запах верхней части. Можете попробовать, если вы только начинаете, но не хотите практиковаться на совсем элементарных вариантах в четыре шва. Есть и более сложно сочиненное изделие – платье с ретро-воротником. От него у меня смешанные впечатления. С одной стороны, лично мне оно не очень зашло, поскольку субъективно мне не нравится такой расставленный воротничок. И оно в целом как будто расширяет девушку. Даже мне кажется, что ей, вот именно девушке-модели, платье не очень идет. Принт не к лицу, объем не ее. Но это субъективно, да. С другой стороны, на другой женщине платье может заиграть. Вот прекрасный пример Надежды, которую вы наверняка видели на фотофоруме Бурда. Она как раз выложила работу по выкройке, которую здесь повторили. И на ней платье чудесно. Хотя у нее такая фигура, что на ней, наверное, все хорошо. Чужое фото я не показываю из этических соображений. Думаю, его можно и так найти. У расставленного воротника к плюсам относится то, что он не похож на привычные нам а-ля Меумилы или Ганни. Ну а объем, это всегда прекрасно для женщин в положении. Тоже можно присмотреться к платью. И немного про стилизацию. Вот такие туфли с подносочной платформой на устойчивом каблуке в сочетании с носочками. Хит, писк и последний вопль моды. Прекрасное платье-футляр для тех, кто обожает платье-футляры. Платье на подкладке со шлицей, которая позволяет нормально ходить. И с лаконичным декором в виде складок на лифе. И хотя облегание снова входит в моду, платья-футляры, да еще и в таком статусном темно-синем цвете, могут прибавить возраста. Помним об этом. И стилисты Бурда, как всегда, филигранно справились с ситуацией. Добавили в образ ультрамодную вещь. Леггинсы со штривками. Вот ставьте мне лайк за то, что я выучила, как это называется. Кроме леггинсов, в образе играет небольшая структурированная сумка и минималистичная брошь в виде якоря. Что касается штривок. Их нам показывают уже пару сезонов, как альтернативу леггинсам. И у фэшн-блогеров самый шик натянуть штривки на подошву туфель, так как это дает максимальный эффект вытяжения ног. Но и с кроссовками тоже смотрится симпатично. И радикально по-другому платье выглядит во второй коллекции, где его сшили из вискозы с цветочным принтом и украсили двумя видами кружева. Хотя, возможно, это один вид кружева. И, как вы заметили, тут поменяли форму юбки. И получился тот самый коттедж-кор. Я в восторге от данного варианта. Я уже сказала, как бы стилизовала его. И даже я бы слегка составляющие усилила. Можно добавить еще оборку по низу, сделать манжеты в виде оборок, та же с украшением кружевом. И пустить кружево по складкам на лифе. Ну, короче, гулять так гулять. А можно пойти и в обратную сторону. Сшить основу из спокойного однотонного материала, но оставить контрастное кружево в качестве акцента. И в том и в другом случае помним про важность актуальных аксессуаров. А то вместо деконструктивизма и реконструкции у нас получится ролевая игра в школьницу. Следующий образ, именно как образ, мой любимый в журнале. Я хочу его подробно обсудить. Выкройку нам дают для брюка, точнее для джинсов, в которых присутствует два трендовых элемента. Накладные карманы и пышная приточная нижняя часть, которая четко отсылает к 70-м. Кстати, самые модные выкройки этого сезона ищите в выпуске Burda Vintage, посвященном 70-м. Главные отсылки 2021-го – это 90-е и 70-е. Вернемся к брюкам. В них нижняя часть дает эффект раскрешения, а брюки клеш – знаковый силуэт той эпохи. Только есть проблема. Из-за того, что брюки такого рода, вот с отрезными рюшами, активно вошли в массовую культуру, у моего поколения они во многом ассоциируются с комедиями и пародиями. В них по умолчанию заложена ирония. Проще говоря, вы можете выглядеть в них смешно. Однако, существует и другая сторона медали. Вещи, которые заставляют нас оглянуться, встрепенуться – это вещи нестандартные, и они прекрасно разбавляют пресную базу, превращают образ такой, как у всех, в не такой. Что у нас на девушке? Панамка. Панамки в моде уже более года, и уже есть у всех, кто их на себе видел, даже в нашей стране. Маечка от Ralph Lauren. Да, такая хорошая маечка, похоже, и выпускали тотем, и вообще потом все, кому не лень, у меня тоже такая есть от H&M. Это самая модная маечка до этого лета. Объемный кардиган. Актуальное изделие, но как и предыдущее, актуально уже какое-то время, не первый год, и никого таким кардиганом не удивишь. Вот наденьте на модель в данный комплект просто джинсы-клеш, или прямые брюки, или мини-юбку, и у вас выйдет образ стильный, но скучный. Его многие могут повторить, в нем пропадет индивидуальность. Так что стилистам журнала зачет, стилисты огонь. Другое дело, много ли людей сумеют реально данные брюки вписать в свой гардероб? Мне кажется, что немного. Ну и раз мы заговорили про кардиганы, в номере выкройка кардигана также имеется. Выкройка для высоких, но ее несложно подогнать и на другие ростовые группы. Силуэт стандартный. В прошлом году был похожий, но только удлиненный. Мне импонирует исполнение изделий в журнале, и я надеюсь, что вас оно тоже воодушевит на пошив. И, кстати, леопардовый кардиган мне сразу напомнил Стеллу Маккартни и Босс. И я уже думаю, а не сшить ли мне вместо зебрового джемпера зебровый кардиган. Вот, возможно, кстати, я так и поступлю. Ну и я со своей стороны предложу еще дополнительные опции. Давайте сделаем кардиган веселым. Вот, скомбинируем несколько тканей, например, полоску и однотон, и сопроводим это еще отдельными подвязами, тоже с полоской. Или сделаем вышивку, как Элиссен Доливия, или воспользуемся принтом в двух разных цветах. Мне кажется, кардиган идеальное изделие, чтобы поиграть с декором. Они просто шьются, часто носятся, вполне допустимо на них потратить на один вечер побольше, но добавить украшалочек. И снова про брюки. Их показывают еще и в цветочном принте в сочетании с романтичной блузкой. Прекрасное решение для барышень, которым близок неоромантизм, но которые чувствуют, что юбки не всегда уместны и удобны. Ну а пафос и девочковость сбивают чопорные лоферы и клетчатые носки. Прелестная блуза с изюминками в виде защипов на рукавах и воротника с завязками. Прилегающая. В белом или другом нейтральном цвете может служить базой. Ее вторая модификация в принте в мельфлёр отличается высоким воротником и оборками возле планки. И мне она внезапно даже, так же как и тренч, запала в душу. Без цветных волос я в такой превращусь сразу в тетечку, но цветные волосы пока со мной они спасают. Модификация блузки номер 3 почти не отличается от первой. Блузку удлинили и добавили округлую линию низа. Еще один многостаночник номера трикотажный топ. Сразу в трех коллекциях он присутствует в одной как платье. В журнале есть подробный МК по пошиву, что неплохо для новичков. Красивый вырез, универсальный фасон, шьется изделие за вечер. Платье само по себе не заслуживает отдельного упоминания, но его удачно преподнесли. Надели первым слоем блузку в духе неуромантизма из тонкой сжатой ткани. И элементарное быстроплатье мгновенно заиграло. Юбка-карандаш. Узкая, поэтому шьется обязательно из ткани с эластаном. Единственный вопрос к создателям, почему без подкладки? Тут дело безусловно субъективное. Я сама не очень люблю заморачиваться с подкладками, но вот настолько облегающие вещи, да еще и на холодный сезон, я вижу с подкладкой. В синей юбке дополнительно обращает на себя внимание отделка бархатными лентами, ну а змеиный принт говорит сам за себя. Переходим к вещам, оставшимся в коллекции «Любовь к цветам». И сказать по правде, там каждая вещь – это супертренд, но для осени особенно актуальны тренч истеганая куртка. В журнале перед нами куртка из готовой бархатной стежки с накладными карманами. Если захотите шить, будьте аккуратны с выбором стежки, она должна быть достаточно тонкая, чтобы шить ее было легко. Ну и стежка, и предложенный журналом «Фасон», и расположение карманов соответствуют текущим тенденциям и ассортименту шоурумов. На той же базе создана выкройка плаща с капюшоном. Шить предполагается из водоотталкивающей ткани с сетчатой подкладкой. Для себя я бы выбрала плащ посвободней, но беру на заметку конструкцию верха. Капюшон не отстегивается, однако и не является единственным продолжением планки. И есть еще ворот, закрывающий горло. Мне этого часто не хватает в изделиях с капюшонами, хочется еще дополнительно как-то закрыться. Волшебная симметричная юбка на кокетке, где переход между кокеткой и основным полотнищем украшен кантом. Юбка на подкладке. Если вы возьмете хорошую ткань и выполните изделие, как оно задумано в журнале, получите вещь на несколько лет, которая будет выглядеть и ощущаться дорого. Юбка – моя любовь. Если бы мы жили в другом климате, я бы безусловно сшила. Для тех, кто предпочитает мини, юбку укоротили, а кокетку выкроили из кожи, придав изделию остроты и экстравагантности. И это тоже имеет право на жизнь. Осенью еще здорово будет смотреться с принтом гусиная лапка или в клетку. Выкройка для невысоких в сентябре – это брюки узкого кроя с молнией в боковом шве. Важный нюанс – берите для таких только ткань с эластаном, иначе где-то что-то треснет, не скажу, что и где. В журнале в качестве материала рекомендуют вельвет, но крой также позволяет использовать джинсу или эко-кожу на трикотажной основе. И в коллекцию «Любовь к цветам» входит несколько детских выкроек, которые образуют фамили-лук со взрослыми. Во-первых, шорты, которые такое ощущение, что просто переделали из взрослых из этого же номера. На фото красиво, в жизни, простите, сомнительно. Во-вторых, стеганая куртка. Классная, отлично подходит, чтобы попрактиковаться. Если боитесь шить стежку на себя, попробуйте на ребенка. Тут я правда не соглашусь, что вещь простая и на одну точку сложности. Тут вообще-то карманы с листочками, на секундочку. И бейка на рукавах пришивается не просто по кругу, а там надо в геометрию попасть. Так что одна точка – это обман, попадать вам придется. Но для разогрева перед курткой для себя самое оно. И есть платье и блузка по одной выкройке. На мой вкус они весьма удачные. У меня в садике у сына девочки ходят в таких платьишках, только обычно из других материалов. В целом выкройки универсальные. Изо льна будет наряд на лето, из шерсти на зиму, из тофты на утренник. Выкройки представлены в размерах 110-134. Ну и звезда. Наконец-то звезда парка по выкройке от дизайнерского бренда. В основе своей парка превосходная. Есть высокий воротник, ветрозащитная и пузикозащитная планка под молнией и накладные карманы. Эти самые накладные карманы в ближайшее время будут нашивать на все, как в прошлом году нашивали завязочки. Кроме того, вещь просто выглядит стильно и видно, что она будет удобная. Какие бы я внесла изменения? Первое, добавила бы съемный капюшон. Второе, ну, я бы не меняла, но вы подумайте про длину рукава. В целом, можно носить верхнюю одежду с более коротким рукавом, если при этом вас греет нижний слой, например, водолазка или свитер. Также не забываем, что дизайнеры с новой силой полюбили перчатки, их тоже надо как-то показывать, поэтому регулярно появляются пальто и куртки с рукавом 3 четверти. Я, кстати, такое носила с высокими перчатками в Челябинске и все было нормально. Поэтому можно и парку с короткими рукавами сшить, только понимать, как носить. Ну, а если короткий рукав не устраивает, то нужно добавить длину. Мода плюс. Коллекция для плюсов в выпуске роскошнейшая. И я очень рада, что Бурда дает плюсикам выбор. В прошлом номере у нас был стильный спорт, в этом стильный офис. Абсолютно все модели построены так, чтобы вытягивать визуально силуэт и добавлять роста. Ну и везде есть какие-то приятные, интересные фишечки. И я начну не по порядку. Сперва взглянем на жакеты с твитой, вдохновленные тренчем. Естественно, по выкройке можно сшить и пальто, и, собственно, тренч. Красота лекал здесь в необычном расположении выточек, в наличии фигурных клапанов и в патах с двумя пуговицами. Много классных деталей. Теперь брюки. Подходящий фасон брюк, штука сугубо индивидуальная. Я подозреваю, что конкретно эти, конечно, не всем плюсикам подойдут. Однако, на мой взгляд, это одни из лучших брюк для плюсиков, какие я видела за последние несколько месяцев. Стрелки и сама геометрия модели вытягивают ноги, а с зоны живота тут убрали все, что может ее утяжелить. И я бы и себе такие сшила. Второй умопомрачительный низ, юбка. Комментарий тот же самый. Вытягивает и не утяжеляет. Сочетается с разными верхами и с обувью, что нам и показывают. Кстати, у меня сложилось впечатление, что у модели, которая, безусловно, прекрасна, не очень выражена талия, и подобранные комплекты ее не портят. Они ее только украшают. Это очень характерно. Верхом в коллекции служат две блузки по одним лекалам. Они довольно простые, но у них в конструкции не так много элементов, которые позволяют подогнать изделие на примерке, поэтому я советую в случае сомнений сделать сначала макет. Прелестные юминки, манжеты с резиновыми жилками и обтяжные пуговицы. Снова нас отсылают к неуромантизму. И, наконец, платье. Первое, относительно простое и базовое платье-футляр. Оно на подкладке и со шлицей. Невероятно стилистами подобрана цветовая схема и сочетание бутылочного зеленого с глубоким бордо. Однако тут тоже скажу, что нет выдачек на спинке, нет дополнительных рельефов, которые позволяют убрать лишнюю ткань или выпустить. Поэтому, если не шили по бурде, все проверяйте и промеряйте. Ну и второе, платье абсолютно иное по стилю, а всего-то поменяли расцветку и щупку. Вот оно просто для других ситуаций, для другого настроения. У меня на этом все. Если вам понравился выпуск, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Делитесь этим видео со своими шьющими друзьями. Мне это будет очень приятно. Всем пока. Живите, шейте с удовольствием. Женя на жаре желала жакет из жакарда. Вот. Живите, шейте с удовольствием. Продолжение следует...